Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь и это продолжение нашей карьеры за тренера. Не получил я нужного фидбэка от вас на самом деле, поэтому хочу вам сказать, пожалуйста, давайте будем также продвигать эти видеоролики, пишем комментарии, ставим лайки, потому что карьера за игрока нереально залетела на самом деле, поэтому я верю, что и карьера за зенит, карьера за тренера тоже будет проходить такой фидбэк. Но и также не забывайте подписываться на наш канал и на новый игровой канал, ссылочка на него есть в описании, буду вас рад там видеть. Итак, сегодня у нас месяц сентябрь, в сегодняшнем выпуске начнем мы его с матча с Спартаком в Кубке России, первый круг. Дальше, домашняя игра против Зенита в чемпионате России, выездная против Динамо и выездная против Уфы. Но вот против Уфы, домашняя против Уфы, против Уфы мы что-нибудь да и можем показать, но вот Динамо, Зенит и Спартак, это прям, мне кажется, это сразу минус. Переходим к матчу в режиме тренера, план игры на ваших экранах, я даже готов для поднятия, может быть действительно так и будем, стартовать с Мулиным всегда. Вот, чтобы у нас хотя бы командный дух был на единичку повыше. А ротор, Спартак, поехали. Итак, сегодня мы являемся как определенными хозяевами поля, но играем на нейтральном стадионе, не знаю почему так именно в Кубке России сделано. Итак, Байрев и Джеке, сегодня капитаны наших команд. Реброва даже решили они выпустить против нас, но все-таки ротация состава должна быть, все-таки это не чемпионат, в Кубке должна поиграть тоже молодежь. У нас все те же игроки, которые стартовали в чемпионате России, когда мы вот проиграли два первых тура со счетом 1-0. Мы проиграли Сочи и Тульскому арсеналу вроде. Спартак с мячом. Удар и это гол. И это гол. И Александр Соболев открывает счет. 22-ая минута. Ротор даже не владел мячом на чужой половине поля. И Соболев забивает. Мой земляк забивает в дальний угол ворот. Очень здесь хорошо на самом деле. Ташаев держался. Отдают потом. Ну он перед голевой пас получается отдал. Ну и с подзащитника можно сказать Соболев забил. И Долбня уже пропускает третий матч подряд. Третий мяч. За эти три матча он пустил. Еще и от штанги, как я понял. Ну что же. 1-0 мы горим. Можно сказать дома. Пошла подача. Неплохая, но нет, все. Ну что же. Вылетаем мы из Кубка России в первый же матч и снова причем. Друзья, минимальное поражение. Вот это вот у меня больше всего раздражает. Ладно бы там проигрывали 3-0 по делу. А здесь просто один удар у них и все. Один удар и у них все и решает. Соболев лучший игрок матча. 7-5 у него оценка. Давайте еще посмотрим, кто вылетел. В Сочи вылетели по пеналити от Рубина. Урал в дополнительное время все-таки обыграл Ростов. ЦСКА в дополнительное время обыграли Тамбов. Зенит в дополнительное время забил 2 мяча Химком. Динамо, Москва обыграли Тулу со счетом 2-1 в дополнительное время. Ну а Ахмат и Спартак выбили Локомотив и Ротор в основное время со счетом 1-0. Нам нашли двух правых нападающих. Давайте посмотрим. Есть из Дании, из Остенде. Зовут его Хьюл Сагер. 25 лет. 70 рейтинг. Есть в чемпионате Голландии в Редовизии в Твенте. Игрок, грек. Тоже 70 рейтинг. И на самом деле, я бы все-таки сравнил бы их вот так. Но я бы все-таки Лампру бы подписал. Сколько вот у него вообще стоимость. Ну, на самом деле, я бы мог его действительно подписать. На 3 года. Сейчас давайте попробуем. Почему я вообще там выставил правых нападающих? Я давно не записывал карьеру за тренера. И сейчас я бы посмотрел. Правые нападающие. А, так у меня все это, да? Вся у меня скамейка получается. Ну да, ну да. Надо мне прям право нападающие. Потому что это самая, я вижу, проблемная моя зона. Вот. Поэтому, да, действительно, мне нужно постараться подписать этого игрока. 70 все-таки рейтинг. Ну и давайте попробую я Лампру все-таки подписать. Он помоложе на 2 года. Смещение с фланга, а это продуктивный вингер. Вот, ну и все-таки попробую. Пробовать никто не запрещает. Давайте заплатим 924 тысячи, если что. На 3 года. Ну, ну и зарплата вот так вот. Мне кажется, хорошая зарплата. У этого игрока хорошее впечатление. Сейчас у него нельзя посмотреть, сколько зарплата, да? Ну, я как понял, это и есть у него такая зарплата. В клубе этого игрока не против продать его нам. Ну и все тогда. Мне кажется, он с радостью перейдет к нам. Что насчет этого игрока? Ну, зарплата, наверное, побольше. Ну да. Причем его тоже не против были продать, но он подешевле, но зарплата у него побольше. Вот. В чем прикол. Жану Анонидзе. Хотят купить полный трансер в Тамбов. Так, я же не выставлял никуда. Нет, поэтому я отклоняюсь. Есть на это предложение. Давидтиашвили. А где у меня этот игрок-то тогда? Если у него правый нападающий, 76 рейтинг. 19 лет ему еще. Ну и все. Где мой Давидтиашвили-то тогда? Куда я его засунул там? Почему он слева играет? Странно вообще. Калиниченко. Калисниченко, наверное, так будет правильно. Сюда тогда мы ставим. Очень странный вообще сейчас был выбор. Как теперь смотреть? Они точно все на своих позициях. Хумит. Ну все, айки-то должны точно. Тогда я даже не знаю, зачем я сейчас подал предложение по правому нападающему. Пусть будет на всякий случай, наверное. Потому что нам нужна конкуренция. Во-первых, хорошие игроки на каждую позицию, если соберись оставаться в этом клубе. Но давайте я все-таки сейчас изменю позицию тогда уже на левого нападающего. Пусть поищут. Ну потому что странно это вообще сейчас все было. Да ведь Ашвили, переговоры с ним. Ну и все. Так, сейчас у нас матч против Зенита. Мы играем дома. Так, еще раз я все-таки посмотрю. Вместо Саплинова нам надо Мулина правильно выпускать. Хотя уже даже без разницы. На самом деле. Давайте Саплинов не играл вроде в матче против Спартака. Поэтому пусть против Зенита сыграет. Ротор, Зенит. Поехали. Теперь уже точно Волгоград арена. Мы принимаем действующего чемпиона. Два подряд чемпионства взял Зенит. Дюба с капитанской повязкой. Ну что же, мы готовы. Ну и Зенит, мне кажется, нам точно сегодня пару мячей разобьет. Что творит, а? Ну и вот и наш момент. В контратаку прям в такую хорошую пошли. Долг мне выносит мяч. И неплохой удар, но выше ворот. И так. Второй тайм у нас матча. Ротор, Зенит. Мулина я вовсю на Саплинова. Посмотрим. Может быть что-нибудь это даст. Но. Очень хорошо. Но нет. Забивает Аздоев. Дали ему все равно даже пробить. Он мог еще и ближе пробивать, но нет. Он как-то так подбросил мяч. Никто его не выбил этот мяч. И Аздоев еще и в падении как-то с такой. Ну это просто шляпа сейчас. Действительно вот залетела. Пошла подача. Вот здесь вот он. Могли сейчас выносить. Ну почему ты пятый номер остановился? Еще и от штанги закатился мяч. И снова мы ведь пропускаем. 1-0. И так матч, мне кажется, закончится опять. Ну и забивает нам еще и второй. В 85-м минуте. Аздоев забивает дубль. Нечего просто мне сказать. Я поставил все в атаку там уже. Но игроки-то все равно были. Вот у меня вся оборона практически. Ну да. 3 против троих. Ну еще вот заходили же наши игроки. Разрешили. Разрешили и дали Аздоев ему пробить. И Аздоев забивает дубль. Малком голевая передача. Вторая причем. И это 2-0. Это впервые, когда мы пропускали больше двух мячей за матч. Проигрывается счетом 2-0. Забивает нам дубль Магомед Аздоев. Ну вот так вот домашнее поражение от чемпиона страны. Ну хотя бы били мы поворотом. Один даже в створ. Итак, после трех туров мы находимся сейчас на 14-й строчке. Три команды также еще проиграла по 3 первых своих матчей. Это Тамбов и это Ахмат. Но с Тамбовом мы пропустили за 3 тура 4 мяча. А за 3 тура Ахмат пропустил 7. Поэтому он находится на последней строчке. Итак, у нас переговоры с Лампроу. Он требует снизить компенсацию за переход в другой клуб. Ага, надо значит принимать уже. Ну все, мы тогда принимаем. Мы подписали Лампроу. Он у нас в штате. За 924 тысячи мы его подписали. И зарплата 268 тысяч в год. Я не знаю, когда он придет. Наверное, в трансферное окно. Так, вызов в сборную. Как прогрессирует Давид Ташвили? Так, действительно Давид Ташвили хорошо прогрессирует. Что я могу сказать? Ему 19 лет, а рейтинг 76. Правый нападающий. Убрал его с левого нападающего на правого. И все замечательно у нас. Динамо Москва. У нас матч на выезде. Открытие Лиги глава 3. В этом сезоне мы не раскрыли свой потенциал. Скоро в прессе появится сообщение о вашем возможном увольнении. Заверяю вас, что в следующей игры мы обязательно выиграем. Ну, а что я могу действительно делать? Они просто не играют. Так, офис главного тренера. Где там клуб можно поменять? Тренерская карьера. Вот сюда, наверное, где-нибудь. Кто сейчас там так неплохо в серединке идет? Я даже не знаю. Попробовать в Сочи. И в Спартак бы я отправил предложение и все. Посмотрим, что вообще будет от этого зависеть. Так, я отправляю в Сочи запрос трансера. Одной команде за раз. Да. И еще запрос на трансер. А, через что мне было написано? Вы уже подали запрос на трансер, чтобы сделать новый запрос. Необходимо отменить текущий, понял. Но тогда я лучше вот в Сочи бы действительно перешел. Это поинтереснее там команда на самом деле. Ну, а мы переходим к матчу против... Надо посмотреть, когда мой все-таки игрок придет там. Он вроде еще даже не в моей команде, не в штате. Пока что так оставим. Ну, скорее всего, он действительно 1 января придет, когда меня уже, наверное, в качестве тренера ротора не будет. Ну что же, Динамо-Ротор. Четвертый тур. Поехали. Мы на стадионе ВТБ-Арена. Динамо-Москва принимает Ротор. Интересный, конечно, матч. Но, если мы проиграем там ближайшие матчи снова, ну, то есть никак не изменяется наша игра, мы, естественно, будем уволены. Я сразу ставлю атакующую тактику. Не знаю, что нам это принесет. Вот. Но на балансе играть это просто нереально. 38-я минута. Второй штрафной уже. Зарабатывает Орота рядом с воротами. Динамо, это гол! Мы забиваем первый гол. Отлично. Писегов забивает со штрафного. Отлично. Потому что я решил навязать игру в сегодняшнем матче. Поставил атакующую тактику сразу же с первых минут. И забивает Писегов. Вторая попытка все-таки выдалась более удачной. Лещук пропускает. Шунина почему-то нет на воротах. Но это и не суть. Забиваем мы первый наш гол в чемпионате России. Это отлично. На выезде причем еще. Но я все-таки подал уже свое тренерское резюме в Сочи. Я не знаю, будут ли они принимать его. Поэтому мы будем ждать это предложение. Точнее решение Сочи. Согласны ли они? Если нет, будем чуть пониже спускаться. Сочи это, можно так сказать, та позиция. Это прям максимум, мне кажется, в который нам стоит бы переходить. Ну а мы пока что ходим на перерыв. Три удара, один створ и один гол. Отлично. И мы пропускаем. 55-е. Ой, забиваем даже. Я что-то немножко так отвлекся. Соплинов даже забил. Вы представляете? Вот здесь ладно, это рикошет нам от защитника помог. Тоже как-то не уверен. Динамо играет. Но мы забиваем с подачи еще. Это отлично. Вот это как раз игра. Очень хороший в пас. Это гол с игры, а не со стандарта. И Соплинов забивает. Ну то есть теперь у нас Соплинов будет выходить в старте. Вот, Мулин немножко будет на скамеечке запасных. Но это 2-0. Мы на выезде выносим Динамо. И скорее всего действительно игроки мне помогают. Они, наверное, тоже это в курсе, почитают новости. Да тут и без новостей было бы понятно, что столько матчей мы проиграли. Четыре матча подряд проигрываем. Ни одного мяча не забиваем. Ну и высший ворот пробивает Динамо. Отлично, выездная победа с счетом 2-0 Песегов и Соплинов забили. Ну и все. Руководство должно быть довольно. В выездной победе мы просто доминировали с первых минут, начиная. Может быть это и стоит, такую тактику использовать. В атакующую сразу идти. И все. Мы обыграли Динамо Москву, которая сейчас... Ну они в ничью только сыграли. Вот. Так что мы их сейчас обогнали. Это получается... Получается... Где они вообще были, мне интересно. На какой строчке, раз мы их так сместили. Но не суть. Мы все так же, между прочим, остаемся на 14-й строчке. Потому что Тамбов тоже там кого-то обыграл. Но Ахмат 4 тура подряд они вот проигрывают. Ну вот так вот. Ахмат единственная пока что команда, которая еще не забила ни одного мяча. Мы меньше всех еще забили в лиге. Два мяча. Ну а мы видим, что, кстати, Локомотив с тремя забитыми мячами находится сейчас на 4-й строчке. Интересно. Ну что же. Ждем мы, во-первых, решение Сочи. Готовы ли они нас будут принимать к себе в команду. Но у нас последний сейчас матч против Уфы. Сообщений нам пока что никаких не приходит. И я все-таки жду. Если мы сейчас вот обыграли бы Уфу еще дома. То есть две победы подряд. Подписчики у нас бы выросли с 97 тысяч до соточки. Было бы вообще бы замечательно. Все, мы переходим к матчу. План игры я еще раз посмотрю. У нас Саплина в старте. 62 у нас вырос рейтинг. Что будет, если я вот Мулина решу поставить? Ничего, так и остается. Так что, да. Я решаю все-таки Саплинова оставить. Надеюсь, нам это хоть как-то да поможет. Что же, домашняя игра. Теперь надо перед нашими домашними болельщиками тоже добыть победу. Поехали. Ну что же, Волгоград-арена. Здесь нам нанесли тяжелое поражение. Зенит здесь нас обыграл с счетом 2-0. Но мы посмотрим, как мы отыграем против Уфы. Соперник на самом деле равный. Но посмотрим. С первых минут я выставляю, чтобы мы шли в атакующую тактику. Посмотрим, что это даст. Все-таки с Динамо на выезде мы очень хорошо себя показали. Да, забили первый гол со стандарта. Но мы его заработали. Причем было два таких стандарта. Со второго нам получилось забить. И вот этот стандарт нам и принес уверенности какой-то. Но посмотрим, как мы отыграем против Уфы. Все-таки играем еще и дома. И пошел в атаку теперь гостевой наш клуб. Но отлично мы отобронялись. Я пойду теперь даже все в атаку. Не знаю, что мне это даст. Все, осталось 5 минут. Я поставил все в атаку. Но не держится вообще никак мяч. У нашей команды опасный момент. Довня поточил. Но нет. Садскока забивает все-таки Уфа на 91-й минуте. Датченко забил. Зря, наверное, все-таки я пошел сейчас все в атаку. В надежде на то, что мы должны вырвать эту победу. Нет. Мы пропускаем на 90-й минуте. Обидно, конечно. Обидно. Вот такой провал здесь мы видим в обороне. Из-за того, что я, естественно, поставил все в атаку. Ну, Довня потащил первый удар. Но это просто отскок уже. Такова судьба. Было нам суждено, наверное, пропустить. Ну и все. Минимальное поражение от Уфы. На 91-й дополнительной минуте нам забил Данченко. Поздравляем Уфу с победой. Но у нас очередное поражение. И я не знаю, что нам сейчас будет говорить о руководстве. После пятого тура мы находимся на 15-й строчке. Сместила нас тульская команда. Вот. Но причем они-то вот как раз в ничью-то и сыграли с кем-то. Вот если мы бы сейчас дотянули с Уфой эту ничью, были бы тоже на 14-й строчке. Боролись бы, по крайней мере, за нее. Ну и все, друзья. Это был последний матч на сегодняшний выпуск. Сейчас мы посмотрим на сообщения. Может, какие-нибудь нам написали переговоры. Моя команда Кожемякина хотят у нас купить в Атлетико Тукуман. Сколько ему там лет? 25. Я не знаю. Гогу, Квиле, Байрев. Но Кожемякин у нас... Где-то же он играет. Поэтому я его не буду продавать. Это все? Это один игрок? Да. Один игрок в Сочи нам никак... Никакие предложения не дает. Что за сентябрь готов? Сборная месяца. Наших игроков, я так понял, нету. Ну и вот плюс к рейтингу некоторые игроки. Так. Ну и здесь... Все на самом деле. Я правильно понимаю? Да. 97 тысяч подписчиков у нас так и остается, друзья. Спасибо всем большое, что посмотрели второй выпуск «Карьеры за тренера». Напишите в комментариях. Может быть, вы другие какие-нибудь еще клубы в чемпионате России хотите видеть под моей тренерской установкой. Ну, потому что я предложил все-таки Сочи. Но они сейчас, мы видим, поднялись выше седьмой строчки. Поэтому я надеюсь, что все-таки нам получится перейти куда-нибудь повыше. Там «Спартак», к примеру, почему бы и нет. «Рубин» сместить с Луцкого. Либо вот в «Урал». Тоже интересная команда. Всем спасибо, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы, которые у нас теперь выходят по воскресеньям. С вами был Андрей, канал «Футбол». Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok